Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И мы продолжаем изучать Торо. Всем привет, бонжур, хеллоу! Мы продолжаем изучать божественную мудрость на платформе Баикра. Слава Богу, у нас очень много есть новых прекрасных преподавателей, поэтому обязательно просматривайте, подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал наш, и там каждый день идет дайджест, дайджест всех уроков, можно ехать в машине, слушать аудио, и самое главное, можно им делиться этим дайджестом со своими друзьями, знакомыми, которые тоже в какой-то момент могут услышать голос Всевышнего и бах, попасть на волну, на которой передается божественная мудрость. Вообще это очень важная такая вещь, что, значит, человек живет в информационных потоках, и все, что вообще, все, что с нами происходит, это следствие тех информационных потоков, которые входят к нам в голову, и дальше каждый обрабатывает эти информационные потоки на базе своих убеждений и ценностей. У каждого человека есть какое-то такое глубинное намерение, да, что он хочет, и вот когда заходит вот этот информационный поток, жизнь, жизнь, события, люди, слова, вопросы, какие-то решения надо принимать постоянно. Самое главное, это твое внутреннее в этот момент намерение, состояние, что для тебя важно, с какой точки зрения смотреть, потому что, например, одна и та же ситуация, одни и те же вводные данные, исходные данные, они совершенно по-разному могут отреагироваться человеком в зависимости от того, что для него в этот момент важно, что для него приоритетно, да, что для него вторично. Одна и та же входящая информация будет абсолютно давать разный ответ. Поэтому Тора, которая нам дает интерфейс божественной связи с Богом, она, если ее поставить как определяющую в своих решениях, то она будет, конечно, приводить к очень хорошим последствиям, как говорил мудреж из людей царь Соломон, «Беколь драхеха део», он говорил, «В каждых, во всех своих путях познавай Бога, в Эу и Ашер Архатеха», и он выпрямит все твои дорожки. То есть, если ты познаешь Всевышнего, все дорожки выпрямятся. А как познать Всевышнего? «Если ты будешь искать Тору, как другие ищут серебро, в Экаматманим Тахпесена, если ты будешь искать его, как другие ищут сокровища, ас, тогда Тавины Раташем, в Эдаат Элоким Тимца». Тогда ты поймешь трепет перед Богом, и Дат Элоким, и познание Всесильного ты найдешь. То есть, ключом ко всему является что? Стремление познать Всевышнего. А как мы познаем Всевышнего? Через изучение Торы. И вот мы сейчас находимся, глава, которая называется «Ницавим». Атем Ницавим Айом. Сегодня мы находимся как раз, у нас четвертый день недели, среда. Четвертый, потому что воскресенье, это первый день после шабата. И находимся мы сейчас в Хумаше. Хумаш – это пятикнижия. Тридцатая книга «Дворим», тридцатая глава. Тридцатая такая, перок это называется, раздел, тридцатый раздел, вот так. Глава называется «Ницавим». Говорит Всевышний через Маше Рабейну, говорит он так. «Вайя» – это продолжается вся вот та же речь, последняя речь Маше Рабейну, которую он сказал, собрал весь народ Израиля, и он перед уходом уже из этого мира, он им дает последняя напутственная такая речь, и говорит он, это мы уже прошли ее большую часть, вот сейчас мы дошли до момента такого. «Вайя» – и «будет». Но тут вот эта поразительная самая такая вещь, что в современном иврите «айя» – это «было», а в Торе «вайя» – и «было». Это меняет время на «будет». То есть Тора, она бесконечна, и то, что было, то и будет, как говорил царь Соломон. То есть то, что было когда-то, оно будет и потом. И будет. «Тиявоу алейха коля дворимаэле». И он говорит Маше Рабейну, и будет. Когда придут на тебя все вот эти слова, «Абраха», «Вааклала», все вот эти слова Торы, которые до этого были сказаны, «И благословения, и проклятия, ашернатати лифанейха, которые я дал перед тобой». То есть перед каждым из нас постоянно есть и благословения, и проклятия, и направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, что-то еще потеряешь, а может никуда не пойти. Есть еще, кстати, это очень интересно, есть же не три варианта, куда пойти. Когда ты стоишь, и тебе дают выбор направо, налево, прямо пойдешь. Есть еще вариант вернуться назад, никуда не пойти. Отправить коня направо, пойти налево. Пойти, значит, в зигзагами. Миллион вариантов есть у человека. Но главное, главное выбор, это между благословением и проклятием, и добром, и злом. Так вот, написано так. «Именно когда придут на тебя все слова эти, благословения и проклятия, которые дал я перед тобой, ваше вата элли ва веха, беколь агуим, ашер и дихахо, ашем луке хашама». И, значит, и вернет тебя, сейчас, и вернет твое сердце, и вернет твое сердце Всевышний, да, вернется твое сердце среди всех народов, куда тебя забросит Бог всесильный твой туда. Когда я стал религиозным, я жил в Москве, и я пришел в синагогу, как раз это было в, сразу же после Роша Шана есть, вот это будет сейчас, на следующей неделе Роша Шана, а потом будет Сом Дедали, и в пост Дедали. И вот я в пост Дедали сделал обрезание, и уже Йом-Типур я постился в Москве, в синагоге на Бронной. И я помню, как сейчас, как я вот весь Йом-Типур я простоял, без еды, без воды, молитва, плюс мне только сделали обрезание, я, естественно, не мог. Но мог сесть, но тяжело было. И я вот помню, как сейчас, у меня совершенно поменялась картина мира, вообще совершенно. Москва, значит, где-то это было в том году, в октябре, может быть, в Йом-Типур в октябре. И я после этого, я просто не могу вернуться вот к той жизни, в которой я жил, вот не могу. И я, значит, для себя решил, все в Израиль, и уехал я в Израиль, учить Тору. И прямо здесь так и написано, откроется, вернет твое сердце среди всех народов, где тебя забросил Бог всесильный туда. «И вернешься ты до Бога Всесильного твоего, и будешь ты слушать Его голос, Ашер Анухимитсавка Айом, Атау Банеха Беколевавеха Увихольнавшиха». И будешь ты слушать голос Бога, все, что я приказал тебе сегодня, ты и сыновья твои, всем сердцем твоим и всей душой твоей. Значит, как было у меня, да? Я молился Всевышнему, просил, у меня тогда не было детей, но я очень просил, чтобы у меня были дети, просил я, и когда сын родился, действительно, родился сын, я его назвал Эли-Шама, Бог меня услышал. И я точно знаю, что Бог слышит молитву. И вот здесь прямо написано, что когда услышишь Бога, то вернешься ты, и, значит, будешь ты молиться всем сердцем твоим и всей душой твоей. Третий отрывок. «Вышав Ашемлакеха Эдшвутеха и вернет Бог Всесильный твой пленников твоих. Варихамеха Вышав в Экибетска и он сжалится над тобой и вернет и соберет от всех народов, которых, где он тебя разбросал, Бог Всесильный твой». То есть, вот представьте, 3333 года назад Машей Рабейну перед смертью, перед... Он записал всю Тору и говорит эти слова. «В то время евреи только вышли из Египта, подошли к земле Израиля, еще вообще не знали, что будет. Они только еще заходили в землю Израиля. И уже Машей Рабейну им говорит, и будет, и разбросают по всему миру, и будете на краю земли. И в конце дней вернетесь вы, вернетесь вы к Богу, сделаете тшву, и Бог вас вернет в Израиль, значит, соберет вас из всех уголков земли. Действительно, сейчас в Израиле это удивительно, но есть евреи со всего мира, вот нету вообще из Аргентины, из каких-то там дальних, из Африки, откуда только нет. Эфиопы приехали, все приехали, все собрались. Значит, и тут есть Раши, в котором он говорит, что Бог не только возвратит тебя из всех народов, где ты был в изгнании, а Он возвратится с тобой. И это тоже мы видим своими глазами в нашем поколении. Государство Израиль в 1948 году объявило о своей независимости, и, ну, возникло, да, государство Израиль. В то время, тоже удивительная цифра, там жило 600 тысяч человек, 600 тысяч евреев, ровно столько, сколько вышло когда-то из Египта. 600 тысяч мужчин вышло из Египта, прям в Торе написано, и когда возникло государство Израиль, через 2000 лет, после разрушения второго храма, было столько же, в Израиле было евреев, 600 тысяч столько же, сколько вышло из Египта. И с этого момента прошло 70 лет, 73 года прошло с момента, когда опять появилось на земле государство с названием Израиль. Представляете, 2000 лет не было, и тут появляется Израиль, бах. И за 70 лет, мы видим 70 лет, это просто рай на земле. Там, где была пустыня, вдруг все начало цвести, там, где была, вокруг тоже, ну, можете себе представить, 2000 лет там никто не жил, ничего не росло. Вот бросаешь, не растет, болото, болезни, ничего не растет. Тут, значит, приходит еврественный народ, закончилось и знание, все рассветает, вообще рассветает, невероятно. Это мы видим своими глазами чудеса Всевышнего, и то, что в Торе было прямо предсказано. Дальше говорит Машер Абейну от имени Всевышнего, если забросит тебя Бог Бекце Ашамаем, даже на край небес, Мишам и Кабец Кашем, и оттуда Он тебя заберет, Бог Всесильный твой, и оттуда Он тебя возьмет. Но откуда 3000 лет назад было понятно, что уже скоро, не скоро, через 3000 лет будут летать астронавты, будут летать в космос, высадиться на Луну. Откуда? Даже если он тебя на край небес зашлет. Интересно, что первоизраильский астронавт, его звали Илан Рамон, его звали, Илан Рамон. И вот он полетел, этот Илан Рамон, он полетел в космос, астронавт, его отбирали очень долго, он был один из таких известных израильских летчиков-истребителей. И вот это большая честь первоизраильский астронавт летит в космос с американским экипажем. И тут, когда он готовится в Калифорнии, там мыс Канаверал, откуда они все взлетают, и этот Илан Рамон, который был абсолютно из такой социалистической, коммунистической, колхозной, кибуцной семьи, это в Израиле такие социалисты прям вообще, ну, до мозга и костей, вообще, с религией никакой связи, вообще никакой. Вдруг он, находясь там, начинает соблюдать заповеди. Он потихоньку, потихоньку, ему уже скоро лететь, он говорит, вы знаете, вы извините меня, пожалуйста, уважаемые Центр управления полетами, но я же еврей, я понял, вдруг я разобрался, что я же должен выполнять волю Всевышнего, пожалуйста, дайте мне кошерную еду. Ну, они начинают готовить, готовить, начинают в тюбике, там, чтобы у него была кошерная еда. Потом он говорит, вы знаете, я понял же, я же еврей, я же должен соблюдать шаббат. А уже все, готовится, экипаж к полету, я должен соблюдать шаббат. Они говорят, ну, тут мы не можем помочь, мы не знаем как, потому что пока этот космический корабль летает вокруг Земли, у него сменяется за день, там, несколько суток сменяется. Они говорят, мы не знаем, как быть шаббатом. Он обращается к раввинам, раввины ему говорят, смотри, действительно, там, когда ты на орбите, непонятно, когда шаббат, когда не шаббат, но Бог же дал шаббат на земле, поэтому, говорит, ему сказали, чтобы он соблюдал шаббат по месту взлета. Вот там, где он взлетел и там, где потом будет посадка, значит, по этому месту каждый седьмой день он должен был соблюдать шаббат. Значит, взлетает самолет, весь Израиль сидит, не самолет, взлетает этот корабль, весь Израиль сидит, ждет, что же будет дальше. А он, когда он, это такая была честь, знаковое событие, перво-израильский астронавт вылетел на орбиту, и он, значит, когда они пролетали первый раз, и он с космоса увидел Израиль, он сказал, все ждали, что он скажет. Он сказал, шма-Израэль, слушай Израиль, Ашем, Бог всесильный, и Бог один, Бог один, он сказал, Бог один, един, один, нету никого, кроме него, и это он сказал, это был то, что называется Кедуш Ашем, освящение имени Всевышнего. Что в этой истории самое интересное, самое примечательное, знаете, что, это удивительный конец этой истории, когда этот корабль космически приземлялся, он взорвался, он взорвался, и все погибли, включая Илона Рамона, который, Зихрано, будет, Зихрано, Цедик Левраха, будет упомянута память праведника к благословению. То есть, он совершил такое освящение имени Всевышнего, что мало кто удостаивается, и он сразу поднялся на небо, прямо поднялся к ангелам. Хорошо, и здесь как раз было написано, что если даже Бог тебя забросит на край небес, и оттуда он тебя соберет, и оттуда он тебя заберет. Так написано в Торе. В Эвиеха, Ашамулакеха, Элярец, и приведет тебя Бог Всесильный твой в землю, которую Иершуавусеха, которую унаследовали отцы твои, В Эришта, В Эйтивеха, В Эйрбеха, Мэвотеха. И Бог тебе даст добро еще больше, и умножит тебя больше, чем отцов твоих. И последний, шестой отрывок написано так. Умаля Шемелакеха, Этлевавеха, и обрежет, и обрежет, Бог Всесильный твой, сердце твое, В Этлевавзареха, и сердца твоего потомства, Ляава, Эташемелакеха, любить Бога Всесильного твоего, Беколевавхо, всем сердцем твоим, У Бекольнавшихо, и всей душой твоей, Лиман Хаеха, ради жизни твоей. Здесь очень интересное окончание, это что значит в конце дней обрежет Бог сердца. Как можно обрезать сердца? Нужно понимать, что на языке Торы сердце это мышление человека, когда говорят, ой, я сердцем чую, да, это значит, что у человека внутри, в подсознании, происходит какой-то процесс, который мы привыкли называть сердцем чую. Но по факту, есть, известно тоже, в притчах есть такое выражение, много замыслов в сердце человека, а замысел Бога, он исполнится. То есть, мы видим, что работ Махшивот Белев Иш, много мыслей в сердце человека. То есть, мы видим, что когда Тора употребляет слово сердце, это не имеется в виду орган, который качает кровь. Сердце, это мышление подсознание, это общая, как бы, долговременная память, это то, где хранится вся сущность человека. То, что человек осознает, это как вершина, айсберга. Сознание человека обрабатывает 7 плюс минус 2 единицы информации и это одна-две мысли, которые человек может осознавать. Но все-то у него, все у него внутри, у него же все это, есть все его воспоминания, правила, убеждения, ценности, Тора, которая в нем есть. Но обычно у человека, у него, его подсознание, оно закрыто. И знаете, бывает такое, вот бывает человек, он хочет что-то вспомнить, а не всплывает, он хочет что-то понять, а сидит вот иногда, бывает такое состояние, особенно когда человек устал, например, да, или не выспался, и он такой сидит, говорит, не понимаю, вот, вот нет у меня, не могу понять, не могу вспомнить, не могу запомнить. То есть бывает, что мышление человека работает очень медленно, а бывает состояние такое, которое называется просветление. Что это за состояние просветления, да? Это когда человеку вдруг становится понятно все, вот у него есть такие озарения, просветления, инсайты, и он вдруг такой, все, я, говорит, все знаю, все помню, мне все открылось. Так вот, когда говорится в Тори, что в конце времен Всевышний обрежет сердца, имеется в виду, он откроет сердца, уберет с них сердец, уберет вот эту вот пелену, да, которая закрывает мышление большинства людей. В наше время мы уже стали такие относительно просвещенные, то есть сейчас любой практический человек, я помню, мы на работе сидели в компании, ну вот наши сотрудники, и я спрашивал, кто чем будет заниматься там на выходные, кто-то слушает там Лайтмана, кто-то еще кого-то, кто-то читает Трансерфинг реальности, то есть все настолько стали, кто-то смотрит фильм Секрет, кто-то слушает Джо Диспенза, то есть все с разных сторон начинают подбираться к пониманию того, что есть источник всего, есть Бог, есть Божественный Свет, есть духовная реальность, есть у человека душа, со смертью тела жизнь не заканчивается, то есть вдруг для всех это стало понятно, очевидно, и вот сейчас написано, что перед приходом Машеха в конце времен наполнится земля знанием, познанием, знанием о Боге, и в конце времен последний будет признак, Бе-Мау в этот день, когда уже вот окончание этого цикла мироздания, Бе-Мау и Е-Ашем-Эхат, будет Бог один, и имя Его едино, Ашем-Эхатуш-Мой-Эхат, то есть и Бог, и имя Его, они станут одним, как это они станут одним, есть Бог, тот, который неописуемый, есть имя Его, то, что мы говорим о нем, то, что мы пытаемся словами, звуками, какими-то палочками, точечками, мы пытаемся передать непостижимо, то есть мы обсуждая, пытаясь передать что-то о Боге, мы же, ну, понятное дело, что мы говорим о каких-то, даже не проявлениях Его, а то, как мы понимаем проявления Его, или что нам рассказывали о проявлении Его, и мы это повторяем друг другу, называя это все словом Бога, или кто-то называет Всевышний, Всесильный, Элоким, Ашем, и так далее, Кадош-Баруху, Святой Благословен Он, то есть мы все время говорим о Боге, но мы, самого Бога мы воспринять не можем, а в конце времен, станет Ашем-Ихат, Бог один, то есть это станет всем очевидно, что все мироздание это Он, Уш-Мой-Ихат, имя Его едино, то есть мы тогда теми словами, которыми мы говорим о Боге, мы действительно соединимся со Всевышним, то есть будет такое познание, которое даст, ну, откроются глаза у всех, и это то, что как раз нас ждет, и то, к чему мы, то, к чему мы приближаемся, все быстрее и быстрее, Божественный Свет он уже освещает, вот через Ваикра и Возвал, через многих-многих лекторов, говорит вот этот Божественный Свет, и каждый воспринимает его, делится им, но самое главное, вот одну деталь я хотел рассказать, буквально минута еще, в сегодняшней книге Тани, я вам, кстати, советую, вот внизу есть ссылочка, скачать, скачать вот этот вот хит, сборник, который нужно каждый день изучать, и там есть Хумаш, пятикнижия на русском языке, есть Тейлим, Салмы царя Давида на каждый день, и есть книга Тания, Тания это книга, которая рассказывает о устройстве души, и там сегодняшней Тани рассказывается, что когда в этом мире кто-то делает доброе дело, то есть он делает добро, милосердие, казалось бы, ну что такое в этом мире сделать милосердие, но в этот момент, в духовном мире включается целый, целый каскад движений, и которые проявляют и притягивают милосердие Всевышнего, вот этот божественный свет, и самых-самых высоких миров, то есть та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба, и так как человек в этом мире, он является самым главным проводником, и для человека создан мир, и человек, от человека зависит все, что будет с ним и с миром, то когда ты делаешь милосердие, казалось бы, простую вещь, тздока, дал кому-то денежку, дал кому-то покушать, сказал кому-то доброе слово, то есть ты включаешь такие кнопочки, что каждое доброе дело внизу, включает огромный поток добра сверху, и вот осталось совсем-совсем чуть-чуть осталось, чтобы этот поток прямо от божественного света, он уже включился по максимуму, поэтому делайте много добрых дел, маленьких, постоянных добрых дел, написано, что мир хэсет построит, то есть вот этот хэсет милосердие, если вы его делаете близким, в первую очередь близким, потом тем, кто вокруг вас, то в этот момент мы нажмем, в конце концов, на все главные кнопочки, и божественный свет прямо включится, и обрежет сердца, как здесь написано, И первый признак того, что это случилось, будет любовь возлюбить Бога Всесильного твоего, всем сердцем, сердце не останется ничего, кроме любви ко Всевышнему, ради жизни твоей, тот, кто через эту любовь соединяется со Всевышним, он уходит в вечную жизнь, чего я всем нам желаю. Ктивава Хадима Това, хорошие записи, хорошие печати, и очень больших благословений во всех сферах жизни. Всем пока, счастливо.